В начале своего визита мэр города обошел всю территорию детского садика. Большая часть ее уже облагорожена. Надо сказать, что здесь все сделано на совесть, из качественных и экологически чистых материалов. Учтены все нюансы. К примеру, песочницы имеют крышки, чтобы туда не попадал мусор и грязь. А вся игровая зона покрыта специальным прорезиненным мягким материалом. Все красиво, а главное безопасно. Единственное, чего не хватает, подчеркнул мэр, это красивых цветов и кустарников. По весне нужно будет нам деревья посадить сюда. И травку посадить. А? Травку деревья, чтобы это... Что ж, деревень, это уже дерево строят для жителей. Еще скоро здесь появятся спортивные тренажеры. Директор детского садика предложила городоначальнику обустроить во дворе также и небольшой детский автогородок. Тогда детишки смогут изучать правила дорожного движения с малых лет. А на заднем дворике оставили место для небольшого детсадовского огородика. Здесь позволяют площадя. Спортивные есть, игровые есть. Да ради бога. Понимаешь? Там же выращиваются здорово. Ну это вы уже сами думаете. Далее мэр города осмотрел помещения детского сада. Надо сказать, что они достаточно просторные. Это касается не только холла и коридоров, но также групп, спортивного и музыкального залов. Здесь предусмотрены даже отдельные санузлы для девочек и для мальчиков. Городоначальник остался доволен проектировкой и качеством проведенных работ. А директор садика заверила, что педагоги и воспитатели постараются сделать все для всестороннего развития детишек в этом дошкольном учреждении. Физкультурная будет студия, у нас будет английский язык, у нас будет очень много задумок, много планов. Поэтому все помещения будут использованы для развития и воспитания детей, здорового ребенка. Как бы вы оценили прилегающую территорию? Отлично. Все оборудование соответствует стандартам, соответствует Санпину. Все эстетично, все красиво. И я надеюсь, нашим детям очень понравится. Самое главное – безопасно. Конечно, строители позаботились и о комфорте детишек. Температуру обогрева каждой группы воспитатели смогут регулировать самостоятельно. Здесь также применена система теплые полы. Строители называют ее шестислойным бутербродом. Именно столько слоев различного материала будет устлано на пол. По большому счету в республике нет и по размерам, и по удобствам пока еще такого нет. Общая площадь самого здания? Общая площадь самого здания – 3800 квадратов. С открытием этого детского садика в городе станет больше на 300 детсадовских мест. К тому же сейчас возводится пристройка к действующему садику номер 8 города Черкеска. А это значит, что еще 125 малышей получат путевки в дошкольное учреждение. Впрочем, сегодня местами в детских садах обеспечены все маленькие горожане старше трех лет. К Новому году в городе Черкесске все очередники в детский садик, которые старше трех лет, получили направление в детские садики. Прошли зимние каникулы, вот один из дней. На работу вышли, уже на 45 детишек достигли трехлетнего возраста. Поэтому нам основа не хватает. Просчитали, до лета у нас дети, которые стоят в очереди, из них 800 детишек уже достигнут трехлетнего возраста. Поэтому нам этот садик необходим. И если мы его запустим, если запустим в марте месяце, это мы практически все проблемы для детей старше трех лет в городе Черкесске снимем. Открыть это дошкольное учреждение планируется 8 марта. Это будет еще один подарок к празднику для мамочек и их детишек. Осталось только провести отделочные работы и установить мебель и необходимый инвентарь. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.